Народ, всем привет! Сегодня будем готовить сырнички. Рад видеть снова вас на своем канале. Будет очень интересно. Самое главное, просто, быстро и легко доступно. Поехали! Собственно, для самих сырников нам понадобится творог, яйца. Так, по холодильнику. Вроде больше нам ничего не нужно. Чайникс. Возьмем пару яиц. Больше нам не понадобится. Потом нам нужна мука и нам понадобится еще манго. В принципе, все ингредиенты перед вами. Творог. Ага, сыр, яйца, мука, манка. Так, еще сахар. Ну и, в принципе, ванильный сахар еще. Ванилин. Без разницы. Для того, чтобы получить такие же сырники, офигенные, как на картинке, нам необходимо творог сначала протереть через сито. И сейчас покажу вам... Как же я вам покажу? Во всяком случае, во всех творогах есть лишняя влага. Эту влагу нужно выжать, сцедить или что-нибудь еще с ней сделать. И вот вам тому пример. То есть, разрезаем. И теперь нам нужно протереть весь этот творог через сеточку. через сито, через сетку. Главное, чтобы ваша сетка не выскочила из ободочка. Для протирки я буду использовать обычную ложку. То есть, смотрите, мы сейчас видим такую фракцию нашего творога, да? Ну, то есть, ну, обычная рыхлая творожная масса. И вот сейчас я вам покажу, для чего мы протираем. Когда мы протираем через сито творог, мы получаем очень однородную такую, без комочков, массу, которую очень приятно кушать. Вот я сейчас чуть-чуть протер. Смотрите, какой результат получается. То есть, смотрите, я это протираю, ну, таким способом, через сетку. Да, может кому-то показаться странным. Это специальные крутилки есть и все такое. Ну, я же не в промышленных целях сейчас делаю сырнички. Поэтому каждый из вас так же самое может протереть через сетку и, в принципе, ну, получить довольно-таки хороший результат. И вот мы уже заканчивали перетирать наш сыр. Вот, смотрите. Чпонь. Так, и следующим моментом у нас будет вбивание наших желтков в творожную массу. Для начала нам нужно отделить желтки от белка. Необходимо боксик. Я поступаю каким образом? Я через пальцы процеживаю. То есть, у вас могут быть специальные отделители желтка. Можете вот таким образом отделить. Вот, раз. Два. Кстати, это один из самых менее марких способов. И добавляем сюда желточек. Котей. Так, белочки нам пригодятся уже в дальнейшем. И не для этого блюда. Так что, с ними больше мы не увидимся. Следующим шагом нам нужно хорошо вымешать желток с нашей творожной массой. Так, этого будет достаточно. Сухие ингредиенты перемешиваем между собой. Перемешали. Теперь их добавляем в нашу творожную массу. Рукой это делать намного проще, быстрее и эффективнее. На данном этапе наша масса готова. И теперь осталось поформировать нам наши сырнички и пожарить. Чуть-чуть подсыпаем муки. Кстати, очень удобно с весами работать. По сей той простой причине будем делать очень даже одинаковые сырники с вами. Один сырник будет у меня 40 грамм. Формирую я при помощи пальцев рук небольшого размера такие шайбочки. Называйте их как угодно. Во всяком случае, делаю такие, которые было бы удобно кушать. Вот такой один сырничек получается. Можно даже чуть-чуть его тоньше сделать. Он тогда быстрее прожарится внутри. И у вас не будет сомнений по поводу того, что он там внутри где-то не дожарен или сырой. У нас вот эта, которую мы приготовили, она может у нас храниться в холодильнике еще очень даже много. У меня два точно. И смотрите, то есть вы всегда можете кушать свежий сырник. Приготовили вот такую массу, поставили ее в холодильник. И каждое утро вставай вы себе можете приготовить отменную порцию сырника. Ставим в страшную обугленную сковородку. Масло льем побольше, не жалеем. Теперь ждем, пока разогреться полностью наша сковородка. Вот они наши сырнички. И выбросили мы наши сырнички. Не забываем, потому что их нужно переворачивать. И вот наши румянцы уже получаются. В принципе, наши сырники уже доготовились. Теперь их выкладываем. Желательно поселить салфетку, чтобы лишнее масло впиталось в нее. И у нас получились супер-пупер сырнички. Обычно используют какие-то соусы по типу джемов, фруктовых, малиновых, черничных, всех разноплановых. Можно с чем угодно, абсолютно их есть. Кто-то со сметаной любит, кто-то любит с обычным йогуртом. То есть я использую обычный йогурт. И вот, пожалуйста, наши сырнички готовы. Это очень вкусно. Это очень вкусно.